Как проходит фестиваль учителей. Педагоги со всей России приехали в Елабугу делиться опытом и посещать мастер-классы. Ожиданий много, потому что здесь очень классные специалисты, очень классные люди, очень хорошая компания. Виртуальный помощник будет и у геологов. На круглом столе ученые Казахского университета представили проект «Когнитивный геолог». В первом этапе это точно веб-портал, в дальнейшем, возможно, мы задумываемся о мобильном приложении. Уже не можешь обойтись без телефона? Как лайки в соцсетях вызывают зависимость? Все, наверное, в своем самовыражении, человек хочет о себе отказать, посмотреть на другие виды, через некоторое время становится небольшой зависимостью. Потому что раньше таких точек информации не было, больших газет и книги. Их отпечатали раз, дай бог, в неделю, то есть читали и все. Этого было достаточно. Всем привет! В эфире Универа Ньюса, а в студии Софья Чугунова. В Казанском федеральном университете опубликован приказ о зачислении студентов на бюджетные места. В рамках основной волны на программу бакалавриата и специалитета поступили более 3400 абитуриентов. С 17 по 19 августа в Елабужском институте Казанского университета проходит 11-й международный фестиваль школьных учителей, где педагоги делятся опытом и участвуют в фестивальной программе. О том, как проходят мероприятия, расскажем в сюжете. Фестиваль школьных учителей – это место, где обсуждаются самые актуальные вопросы образования, психологии и воспитания. Это повышение эффективности урока, внедрение новых образовательных технологий, а также эмоциональное здоровье учителя. Мы, с одной стороны, можем показать, проявить себя и проявляем на таком международном уровне, с другой стороны, перенимаем опыт. Миссия учителя всегда была такой доброй, хорошей миссией. И сегодня как раз мы нуждаемся и в молодых учителях, и в учителях-наставниках. И друг друга дополняя, они сегодня еще раз покажут силу нашего педагогического сообщества, силу нашей республики. Здесь, на этой площадке, встречаются и ученые, и практикующие педагоги. И в то же время здесь, на этой площадке, что в принципе является уникальным, собраны родительские комитеты, что позволяет пройти всю цепочку взаимоотношений ребенок-родителя, ребенок-школа, родитель-школа. И мы же понимаем, что мы все должны работать на единую цель. И вот, чтобы в этой цепочке все работали главным образом на школьников и способствовали их развитию. Всего участников фестиваля ожидает более 100 мастер-классов от 77 специалистов из 7 стран мира. Образовательная программа будет разделена на тематические модули. Каждый учитель сможет посетить до 10 занятий. На мероприятие прибыло более 300 учителей. Ожиданий много, потому что здесь очень классные специалисты, очень классные люди, очень хорошая компания. Я впечатлена на церемонии открытия фестиваля. Я участвую в нем впервые. И, конечно же, люди о том, как они говорили, какие подборки для видео сделаны. Все такое личностно ориентированное и личностно значимое, что для меня это тоже идея. Те, кто побывал здесь на фестиваль, стремятся приезжать сюда ежегодно. Потому что те мастер-классы, тот багаж опыта, который мы здесь получаем, для нас является своего рода батарейкой, которая потом в течение нескольких лет работает. Ко мне сейчас подошли и сказали, вы говорите о том, что у нас наболело, но мы не можем так оформить и всегда сказать. И у нас, когда мы это слушаем, появляются силы и перспективы. Это лучшая награда, когда общаюсь с педагогами, с учителями, со студентами и родителями. Участие в мероприятии принимают и будущие учителя. Более 40 студентов из педагогических вузов и колледжей России задействованы в Елабужской летней педагогической школе. Впервые в истории образовательная программа фестиваля будет доступна и для онлайн-подключений, благодаря чему аудитории мастер-классов увеличится до 4000 человек. Ариадна Кугушева, Универньюз. В студенческом городке деревни Универсиада прошел плановый осмотр общежитий Казанского федерального университета перед началом нового учебного года. Он включает проверку коммуникации, состояние мебели, комнат, путовой техники и помещение общего пользования. Всего создано 10 комиссий из более 100 человек, куда вошли представители профсоюзной организации студентов, замдиректора по социально-воспитательной работе, сотрудники студгородка и департамента по молодежной политике КФУ. Мы будем проводить работы по устранению тех замечаний или тех недочетов, которые есть в наших общежитиях. То есть ежегодно эта работа является результативной, потому что она выражается в косметическом ремонте тех или иных территорий зон, смене входной группы, в ремонте душевых. То есть это очень такая совместная работа, которая дает хороший результат. Как нейросети облегчат жизнь работникам нефтегазовой отрасли? На круглом столе ученые Казанского университета представили проект «Когнитивный геолог». Смотрим. С 18 по 19 августа в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета проходит круглый стол на тему «Актуальные направления цифровизации и развития нейросетевых технологий в нефтегазовой отрасли». В рамках первого дня мероприятия учеными КФУ был представлен проект «Когнитивный геолог», который станет для работников нефтегазодобывающей отрасли виртуальным помощником в поиске и обработке информации. Наш проект направлен на анализ данных о скважинах с тем, чтобы потом предлагать геологам какие-то возможные решения по увеличению, улучшению, прогнозированию. Если мы на вход подаем какой-то документ, допустим, паспорт скважины, то наша система должна будет без помощи человека определить, о чем идет речь в этом документе. С технической точки зрения это будет веб-портал на первом этапе, это точно веб-портал. В дальнейшем, возможно, мы задумываемся о мобильном приложении. Внедрение новых технологий в работу нефтегазодобывающих компаний позволит упростить рабочий процесс, сделать производство экологичнее и снизить стоимость конечного продукта. На круглом столе своей разработки крупнейшим предприятием России представят Университет нефти и газа имени Губкина, Сколковский институт науки и технологий и Уфимский нефтяной университет, который совместно с Казанским федеральным университетом входит в состав научного центра мирового уровня рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз. Почему социальные сети вызывают большую зависимость у людей? Когда мы успели настолько привязаться к телефонам и какие последствия несет высокая онлайн-активность? Об этом узнаете в нашем следующем сюжете. Знакомая ситуация. Порой социальные сети завлекают нас настолько, что мы теряем счет времени, забываем обо всем на свете и погружаемся в нашу онлайн-жизнь. А ведь потраченное время можно уделить работе, заняться саморазвитием и каждый день делать себя только лучше. Все, наверное, сводится к самовыражению. Человеку хочется себя показать, посмотреть на других и через некоторое время становиться небольшой зависимостью от информационной. Потому что раньше таких источников информации не было, больших газеты, книги. Их распечатали раз, дай бог, в неделю. И все, этого было достаточно. А теперь этот круг расширяется с помощью соцсетей. И информации больше, и мы от нее становимся немножко зависимы. Действительно, социальные сети забирают у нас очень много времени, которое мы можем провести с пользой. Но задумайтесь, если бы мы уделяли больше внимания своим родным и близким, своей работе, то тогда жизнь каждого, может, стала бы чуть лучше. Представьте, что вместо того, чтобы очередной раз пролистывать Инстаграм, люди занялись бы своей работой, то, возможно, их работа стала бы более качественной. Это на самом деле логично, потому что у успешного человека, у него загруженность своей работы и своей деятельностью гораздо выше, чем у неуспешного. Человек даже может зарабатывать неплохо, но он не считается успешным, если он работает на этой работе, например, уже 10 лет, получает свой небольшой оклад, который его вполне устраивает. Но успешностью тут особо и не пахнет. Успешные люди, которые поднимаются по карьерной лестнице. Ученые Казанского федерального университета разработали и испытали информационно-аналитическую систему автоматизированного мониторинга персональных страниц пользователей социальных сетей. Вы выгрузили пул людей уже с HeadHunter, анализировали их. То есть, как выявлялась успешность и неуспешность. Это, во-первых, временное изменение вакансии у одного человека. То есть, например, он начинал с вакансии, который просил 25 тысяч, потом потихоньку возрастал, возрастал, возрастал. Получается, он переходил с работы на работу и поднимал свою заработную плату. Это уже говорит о том, что он, скорее всего, развивается. Жизнь каждого из нас уже тесно связана с социальными сетями. Она открывает перед нами множество возможностей. Дистанционная работа, общение с друзьями и родными, проведение досуга. Но очень важно вовремя остановиться и не дать социальным сетям поглотить нас полностью. Энджа Минибаева, Леонард Влетьяров, Универтньюз. На этом все. В студии была Софья Чугунова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok